так вот есть такая теория что планета наша произошла от взрыва я не знаю насколько вы уверены что именно так и было пять с половиной миллиардов лет или 12 неизвестно вообще ни о чем вот именно что наша планета произошла таким образом смотрите в жидкую планету влетела магма и остановилась середине как вы можете себе это представить логическим путем нет значит есть давайте продолжим вы потом в конце давайте не перебивайте пожалуйста также есть теория о том что была гондвана пандея или разделение материков тоже есть такая теория профессор мулдашев о котором сегодня говорили так вскользь в свое время в начале двухтысячных побывал в тибете написал свою точку зрения в книгах и после этого поверьте мне большая масса людей именно русских пошла в тибет как паломники очищаться для чего неизвестно но именно там произошли некоторые вещи со мною рождение адама и елы правильно ли мы понимаем библию почему удав снизу я не могу сейчас вам показать вывод в этом месте скоба его хвост прибит вот здесь далее находится очень много разных картинок которые мы неправильно понимаем или не приглядываемся совершенно к ним что означает вот этот змей с крыльями почему змей летит к звездам а здесь он идет как вы можете себе представить когда чингисхан со своим войском в 30-40 тысяч с конницей шел это и есть змея ближе к микрофону будьте добры пожалуйста побывав 2006 году в тибете вы видите гору кайлас с правой стороны и маленький камушек есть такая теория что существует камень чем там они обратите внимание она как бы все соответствует действительности ущелье все 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 на камне отражается как и в действительности и плату сакадава в конечном итоге завтра вам покажу ответ сейчас просто этот камушек маленький глаза по которым улдашев составил свою теорию происхождение человека по глазам атланты там вся эта система эта картинка находится в катмангу это там была сфотографирована в общем меня привели в тибет такие умозаключения мол даша в своей книге от кого мы произошли указывает вот на эту гору которая выглядит типа человеческого лица с левой стороны бровь глаз нос плоский язык высунутые подбородок форму можно угадать так вот он говорит что там лазерный луч был и строил якобы гору кайлас которая находится напротив моя же цель была сходить и посмотреть эту гору с обратной стороны с правой стороны что я и сделал вот смотрите эта фотография уже мною сделано а это обратная сторона никакое соответствие нету лица мы не наблюдаем такого например как на марсе вы знаете да о чем я говорю семьдесят втором году был снимок сделано лица на марсе сфинкс так называемый но обратите внимание в серединку с левой стороны там где у нас был язык видите там есть тени в виде глаз и частица носа вот я увеличиваю смотрите внимательно очень хорошо по физиогномике средняя часть лица а вот третья фотография обратите внимание это предплечье вот так вот руки тоже растопырены у нас есть единственное существо на планете которое находится на 30 параллели в египте это сфинкс смотрите как четко садятся глаза на это место сфинкс смотрит на восток а кайлас именно там и находится получается что глаза смотрят на сфинкса в этом есть ответ раз уж мы пришли в египет я вам сейчас расшифрую эту змейку во-первых почему прошлая цивилизация вложила в середину этой змейки камушки вот такого цвета синяя зеленого с белыми точками или с черными точками теперь давайте посчитаем если это дно дно символизирует но да такой цвет полоски что считаем сверху вниз их всего 36 а с первой по десятую вот середине видите темная полоска их 9 вот посередине еще у нас есть 5 она темная абсолютно это значит что у нас где-то на планете на каком-то меридиане находится какая-то темная тайна по всей вероятности на дне и это тайна находится на меридиане который имеет две цифры 11 потому что змея это палочка или веревочка который имеет два конца на 11 плюс 0 это 110 меридиан вот но чтобы вы могли просто сравнить на что эти картинки сходятся это просто логически все принцесса нут рождает солнце глотает луну якобы и рождает солнце так вот смотрите солнце шлет на планету 9 лучей почему именно нашу планету потому что только у нас на планете есть деревья деревья стоят на двух берегах разделенные между собою хат хор хат хор это была жена хоруса хат по-немецки это имеет хор это хорус она была его супруга но волос у нее видите какой форме выложен в знаке омеги омега по христу это завершение на этой картинке у нас также нарисована планета но написано было на немецком языке якобы что люди солнце встает из-за бугра люди идут на работу ведь они здесь окопают буквой а но почему-то эти люди 8 всего лишь имеют фалос четко выражены посередине так вот если мы возьмем предыдущую картинку с двумя берегами то здесь у нас наверху тоже берега и круг который находится среди этих берегов олицетворение континента потому что север и юг обозначены полосками всего их девять штук а богини льют воду на нашу планету и вот эти пунктирные линии то есть океаны число 9 здесь тоже наблюдается 5 больших 4 маленьких темненьких смотрите у лошади наверху тоже 5 черных и 4 красного цвета полосок слева и справа находятся как лапы с когтями 4 и 4 снизу тоже смотрите под брюхом лошади находятся такие же лапы тоже 4 и 4 и человек в черном соединяет их между собой обратите внимание когда тут от хамона нашли начале прошлого века вот это его гроб так сказать деревянный всего сверху 5 и матрешка в которой находился тут от хамон 4 опять 9 получается число килограммов было 110 запятая 400 грамм золото вот так выглядела мумия его цифры идут так было замотано то место где нашли потом могилу тут от хамона а вскрыл ее вот человек который держит лопату или что там в руке артур саид его звали араб с правой стороны находится долина царей в египте вот она современная так сказать если посмотреть сверху воздушный шар вот мы видим нил а с правой стороны находится на картинке какая-то часть горы так вот там находится храм хадхор справа смотрите внимательно вот тут находится долина царей с той стороны обрыв находится храм хадхор а сверху вы видите лежит образ человека с глазом с носом с подбородком очень хорошо наблюдается это можно было увидеть только с высоты имейте ввиду египтяне если это были люди которые устроили пирамиды они не могли тогда еще летать на воздушный шарах потому что это не доказано вот эта фигура она около 20 метров что-то там 22 метра по моему но у нее нету ног и левая рука у нее видите как бы рассыпчато а вот в правой руке он держит какой-то предмет значение этого предмета объяснить пока я вам не буду завтра объясню вот храм хадхор обратите внимание три ряда по 12 36 и 36 глобус разделите пополам у нас получается экватор делит глобус пополам 36 там 36 здесь посередине две линии ступенях 9 метров между вот этими бороздочками если мы возьмем за основу что та картинка где было 9 линий от солнца идет и хадхор с омегой волос и два берега так вот это олицетворение берегов но начну я свою теорию именно с этой картинки картинка это была сделана в 2004 году в августе приехали мои друзья из египта я смотрел фотографии более 150 штук и когда я взял в руки эту фотографию перевернул ее и обратите внимание на этот момент сверху мы видим валенки только русский человек может знать что такое валенки а если перевернуть картинку вот она видите приближенно очень хорошо видны валенки до верху же вот смотрите вот для того чтобы это все увидеть картинку нужно перевернуть пожалуйста перед вами находится инопланетянин с плечами шеей с головой с глазами смотрите вот его ноги вот туловище вот они руки плечи шея и голова что же здесь не видно не спорно абсолютно так смотрите внимание переворачивать надо тоже уметь и читать заду наоборот тоже надо уметь в этом огромный смысл поверьте мне в перу находится такая картинка человек стоит и машет тоже вам в перевернутом виде да нет мы видим его нормально а картинку на колонии мы перевернули и соответствие теперь проведите между собой параллели долгу фигуры из японии обратите внимание если полу сферу головы на колонии наложить на голову долгу с глазами она сходится я вот только что показывал у меня есть две картинки я могу продемонстрировать он сходится и садится на своими какое есть связь между египтом и японии где нашли эти статуэтки обратили вы внимание какие ноги были на статуэтки смотрите необычные ли смотрите внимательно вот это мальта остров мальта да и вот смотрите там точно такие же ноги находятся мальта имеет образ определенный остров сам по себе находится в средиземном море город центральный город валета на немецком валь это кит а это это ясно да это кит получается так и вот образ мальты четкий кит валь по-немецки это кит по-русски а вы сделайте значение двух слов соедините вместе валета это одно валь это кит понимаете получается так ну хорошо пока что вы мне не верите обратите внимание вот на это место вот лоб глаз нос губы подбородок и щека лицо человека в профиль вот так он смотрит вот он вот она его сторона как можно на глине сделать такой образ вот стрелочка здесь и указал еще сверху специально глаз сетчатка глаза тоже есть такой образ человеческий который отвечает да за то что там с мозгом с носом с глазами с подбородком с губами может произойти есть автоматологи такие как мол дашев они эту систему знаю а это арка им смотрите внимательно это арка им это глаз почему южный урал и северный казахстан именно там находится арка им какое значение несет арка им и причем здесь жрецы и старый город может быть господь нам на как вот 9 метров с одной стороны да ну как я храм хат хор вам показывал там ступеньки были так вот ступеньки выражены виде зигзага с правой стороны от вас находится на полях рисунки кем они сделаны учеными или какими-нибудь там ненормальными маразматиками которые ходят и пшеницу топчут или все-таки инопланетянами соответствие просто введите линии параллели а вот сверху тоже знак круги на полях а вот это вот знак очень интересные летающий змей так сказать с кругом из двумя змейками просто середину вот отсюда и вот отсюда сложите между собой у вас как матрица по ужасу одно на второе накладывать надо пожалуйста здесь написано что это перемычка с резным изображением пернатого змея на самом деле это является чакрой третьего глаза третий глаз у нас находится в мозгу или нерв третьего глаза вот человек семью чакрами которые находятся на одной линии сверху вниз теперь будем играть эта книга шамбала миф или реальность страница 146 4 и 6 10 и 100 это 110 обратите внимание не просто так если за основу возьмем круг что это наш глобус антарктида находится сверху северный полюс снизу чакровая система находится на одной линии ученые должны начать с 7 чакры заметьте надо что-то найти то что находится у нас на планете ну вы знаете эти картинки антарктида и северный полюс антарктида в вывернутом состоянии вывернутом смотрите вот она антарктида вот так лежит а теперь мы берем делаем сканируем и переворачиваем этот снимок на эту сторону я обращаюсь к уважаемым докладчиком и вы оставите время на вопросы или давайте я буду говорить а завтра мы будем разговаривать уже просто когда я всю свою концепцию вам докажу получается что эта матрица для мозга антарктида понимаете если есть мозг у планеты то значит должен быть и череп пожалуйста перед вами глобус южный полюс и тот континент который имеют форму черепа с внутренним морем и с плечами как раз таки то что на колонне у вас было колонну надо было перевернуть мы ходим по северной стороне но не думаем о то что в юге тоже люди живут они тоже ходят притягиваются также вы не видите нет вы не хотите этого увидеть смотрите внимательно смотрите внимательно на 110 меридиане находятся чакры нашей планеты земля чакры земля живая и создана искусственным путем так вот остров пасхи играет роль сердца сердечной чакры именно те статуи которые там каменные идолы стоят они говорят о том что на дне находится образ первого человека адама которого господь создал из глины а глина это земля в районе экватора смотрите на дне что это квадраты дороги кто их построил или вы думаете это случайность какая-то таких здесь две штуки 1 сверху 1 снизу это не случайности а закономерности это дно тихого океана в районе экватора смотрите вот квадрат и вот квадрат а вот сюда линии всевозможные перед этим был сломан глобуса именно в этом месте вот в этом озере в торфе восемьдесят втором году один ученый из австралии нашел останки лошади и рыцаря 1336 год золотые дукаты были у рыцаря что он там потерял и почему был один всего лишь а если возьмем за основу что телепортация это реальность тогда делайте выводы ну что это на острове пасхи идолы вот эти каменные сколько там штук 900 штук ну и мы знаем и знаем что они не только там находится за но для этого специально было раскидано везде много чтобы в единое соединить смотрите вы семерку видите нет а ведь это горы или вопрос или семерка вам только перемычку надо поставить чтобы семерка получила понимаете это горы кто их сделал таким образом и почему они находятся именно в том месте где находится седьмая чакра у нашей планеты эта картинка мной сделана из интернета фильм про нашу планету вот смотрите между прочим это русский фильм спутники которые сверху летают с космонавтами на там мир то и все другое они что-то там делаю на не все мы знаем что они там делают так вот в этом фильме говорилось о глазах там якобы опыты какие-то проводят и вот видите точку куда палец указывает по всей вероятности там была заснята какая-то аномалия и таким образом нам дают понять что в этом районе что-то находится это документ я вам прочитать не могу его плохо видно но он у меня имеется в наличии в общем смысл документа 45-й год об акума снизу расписался 1500 экземпляров карт немцы оставили для победителей какие карты для подводников класса а зондер команды фюрера а вот она сама карта смотрите внимательно пунктирной линией выделено очень хорошо что подо льдами антарктиды их не подводные лодки вошли в полость земли и организовали там ну и шваберлан то ли ну и берлин агарта та страна о которой все говорят и шамбала шамбала штат даргете или город богов обратите внимание на континент какую форму он имеет а это ричард берд который в сорок шестом году повел туда экспедицию американскую для того чтобы посмотреть что же немцы делали в антарктиде но получилось так что он взлетел на своем самолете с радистом и пока он летел смотрел на антарктиду увидел зеленые почему-то там поля видел озера реки животных каких-то и потом 2 нло посадили его самолет и пригласили те люди которые там были в полость земли поговорить с человеком этот человек дал ему письмо в конце концов потому что уже люди переступили границу дозволенного точку невозврата стали атомное оружие применять и все такое прочее на 45 46 год это тоже был но в этот момент именно с его флотом произошла оказия 20-30 минут и было много жертв и были корабли которые потонули а вот в городе на испанской земле вот еще один глобус стоит видите континенты нашим континентом они не соответствуют абсолютно для того чтобы попасть в этот город у меня господь машину забрал мотор застучал за 10 километров от этого города мне пришлось туда ехать машину оставлять ночевать там гостиницы вечером пошел гулять и увидел сфотографировал пожалуйста бесплатного все даю полая земля только в выдвинутом состоянии на нашей планете лежит континент в образе человека двигаться он не может именно то что я вам в египте большой 22 метровый из камня сделан человек хороший для с левой рукой не рабочий а с правой с трубочкой в руке вот это символизирует этот этот снимок древняя древняя карта пола земли сверху иисус христос обнимает землю там снизу ноги по бокам у него руки а если вы посмотрите внимательно а рыбки они плавают в воде и вот эту вот линию возьмем что это океаны перевернув эту картинку мы хорошо видим вверху образ сокола с глазом сокол хорус если по-английски напишем слово хорус разделим на две части и прочитаем он рус тогда у вас получится смысл обратите внимание на картинку сверху где голова хоруса и вот на этот глобус вот дороге желтого цвета видите посередине тоже желтый маячок там находится храм николая спасителя это возле мюнхена но дороге в виде головы с клювом не случайность видите у женщины глобус на голове виде рогов с кругом посередине а это уже австралия от ног до конца вот этой палочки 4 километра земля же круглая как можно нарисовать вот так вот точно обкопать ну при помощи может быть лазерного луча с тарелки это можно сделать германия образ мальчика границы четко соответствует эти вспышка в космосе мозг в виде человека но просто для сравнения вот фотографию поставил рядом если будете внимательны вот в этом месте написано слово элоим элоим так говорил иисус христос когда его на расчете повели он говорил элоим элоим лама самохвали отец почему ты меня оставил значит нашего отца зовут элоим не егова егова имеет совсем другой смысл свидетели еговы там то его свидетели так получается но это просто сравнительно анализ посмотрите это рак каролинги тот род который управляет сейчас всей планеты елизавета и все пожалуйста вся европа она из частей состоит а украина она ну никак европе не пишется потому что украина имеет совсем другую конфигурацию границы кто их заложил дракон пожалуйста вот он урал южный урал если вы посмотрите вот в этом месте находится у нас север и юг казахстан и урал как раз таки там арка им находится но это вообще собачка классная орал байкал россия находится в лоб на части собаки это самый мощный континент с которым вообще ничего не произойдет но за это надо бороться это надо доказать аму дарья разделите слово пополам и прочитайте аму наоборот ума дарья получается африка череп стрепанации вот в этом месте пролетая в сторону камеру видите какие линии да это как извилины мозга я прошлый раз показываю тогда еще говорили очень похоже шишковидная железа из озера виктории идет нил и вот как раз таки третий глаз нерв ложится хорошо на нил вот так выглядит ночью нил это есть роза аумане под мехом это жемчужина в цветке лотоса это есть лотос и лепесток он видите снизу все сделано искусственно пирамиды посередине видите чтобы получить эти прямые линии надо сделать залом по всей пирамиде по всей ее площади минимум 20 30 сантиметров спасибо вам большое спасибо а вот сравнительный анализ спасибо вам ага вот это анализ понимаете вот это вот сравнительный анализ но остальное завтра спасибо да